Друзья, хотите получить такой же или подобный набор, который будет у меня сегодня в обзоре? Тогда я порекомендую вам группу LEGO Cool & Old Set Shop. Это замечательная группа, в которой есть очень много наборов как по Bionicle, так и по другим сериям. Вы можете перейти в альбомы и посмотреть. Здесь действительно большой выбор, как в былом состоянии, так и в новом. Также есть много полибэгов по Star Wars, по Hero Factory и по многому другому. Заходите, большой выбор, и я именно здесь приобрел данный набор. Здесь есть подобные наборы. Поэтому можете посмотреть, и ему вам понравится. Приветствую, друзья! С вами Витек, и добро пожаловать на новый обзор LEGO. Вы наверняка уже поняли, про какой набор сегодня пойдет у нас речь, но если нет, то... Правильно, это Капака Мата. Замечательный набор, как вы помните, ну кто-то наверняка помнит, что я собираюсь собрать все версии Капаки. И скоро это будет осуществлено, пока я взял вот эту. Хотя это было довольно давно, наверное, больше месяца назад, но видео получилось снять лишь сейчас, уж извините. Но в любом случае, я это сделал, и получается все пока что очень здорово, поэтому давайте его рассмотрим более внимательно. Начнем с канистры. Опять же, очень рад, что есть все в полном размере, в полном составе, весь набор, комплектации, за хорошую цену. Спасибо еще раз этому магазину. Ну, ладно, давайте рассматривать. В принципе, канистра сделана в интересном, необычном, по крайней мере, для нынешнего покупателя в таком стиле. По ПКам у нас тут маски все, всех героев, а сверху сами герои. А вот тут уже разные арты, части инструкции, небольшие такие данные. Интересно все сделано, но особое внимание, конечно, заслуживает верхняя часть канистры. Это крышка, ну, в канистры, разумеется, героя можно положить. Про вот эту крышку мы поговорим обязательно чуть-чуть попозже. Хотя, в принципе, давайте и сейчас. Почему бы нет? В подарок очень, чтобы было приятно, мне положили, немного не завязывая, но тоже приятную деталь. Это маска Таху Нува. Очень классная маска, мне она очень нравится. Я сейчас реально думаю, почему бы Таху не взять в коллекцию, было бы очень круто. И для чего нужна эта маска? Ну, я показываю на примере Таху, но можно любую маску туда поставить, даже Капаки, собственно. Вот у нас здесь есть такое лицо классического Туа, и мы можем ему сюда прикрепить. Для чего это нужно? Если вы, допустим, храните вот в таком стиле, то есть, например, поставили непосредственно канистру, и вот так ставите все маски героя, ну, того же Капаки непосредственно, то это будет очень красиво смотреться и довольно интересно, необычно. Что еще можно сделать? Другой вариант такой, сейчас покажу. Но для этого нам нужно уже взять непосредственно голову самого Капаки, вот она, давай, оп. Я пока ее отсоединил и поставить вот сюда. То есть, мы можем по-другому хранить, в принципе. Мы можем поставить все шесть голов, собрать на одну канистру вот так сверху, и вот так это будет смотреться. Довольно круто, интересная идея тоже. То есть, дисплеить вы можете модельку как угодно, по-разному. Вот я ее немножко спалю сейчас уже, хотя начнем мы все-таки пока что еще с инструкцией. Вот. То есть, интересная идея, так вот это все дело сделать, мне понравилась. Кстати, ребят, если я что-то не расскажу по данной теме, потому что вот я не такой большой фанат биоников, но они мне очень нравятся, стараюсь больше про них узнать. Если я что-то упущу, то обязательно мне разложите в комментариях, мне будет интересно. Ну что ж, в принципе, про него рассказали, теперь идем к инструкции. Итак, у нас инструкция, в принципе, вполне стандартная, да и для сейчасшнего времени. Надпись Bionicle, Capaco, Capaco Mato, техник, лего техник, артикул 6536 и сам Capaco изображен. Круто, что тут сказать, стоит в красивой позе. Сзади показана опять вот эта система крепления масок. Вот, может кто-то посмотреть, кто еще не понял, как это происходит во все шесть масок. Вот, открываем, идет этот замечательный скрин, который я очень сильно обожаю, так как на капсуле прибывают наши герои, в общем-то, на остров Мата. Собираем Capaco, собираем там, собираем, и, в общем-то, он у нас где-то был уже в собранном виде. Интересная сборка, на самом деле. Вот, он уже готов. И дальше идет небольшой такой гайд по тому, как нам собирать непосредственно этого, как его называют, комбайна из первого, с трех тоя, это Лева, Галли и, в общем-то, Capaco. Ну, там еще и других тоже можно собрать. Интересная тема, что раньше биоников можно поставить комбайны. Сейчас такая тоже есть, но какая-то совсем скудная, то есть у них выходит, но все равно круто. Переходим к самому Capaco. Что ж, буду говорить о нем по минимуму, но сказать все равно, что есть. Во-первых, это дизайн. Для того года это реально классный дизайн, то есть очень хорошая моделька. Набор старый, но все равно сохраняет свой красивый для полки, будет просто идеально. Да и функционал он неплохой, хотя, конечно, сейчас нет смысла брать для игры. Разумеется, у всех есть главная функция, когда мы вращаем за шестеренку, он бьет, бьет. Или, например, сверху рубит, спереда пытается прыгнуть кого-то. Ну, вполне все стандартно. То есть вот такая деталь в качестве мяча прикрепляется сразу абсолютно к руке. Вот так. Дальше. В другой руке у него щит. Правда, он не очень хорошо держится, но это не столь важно, в принципе, по крайней мере мне. Вот, то есть так вот он его держит. Подвижность. Помимо именно самой функциональности, подвижность у нас в руке вот тут, в плече, в плече вот здесь, в кисти, в кисти, в колеях, в бедрах, в ногах и в ступнях. Голова вообще никак не вращается. Ну, в принципе, для тех, где он классовый, это вполне себе характерно. Вот, в принципе, ступни классические. Вот, ноги интересно сделаны. Тело немножко какого-то дырявое, но ладно, не будем уж притираться. Немного вот хрупковатые ноги здесь. Ну, это со временем, скорее всего, уже изначально такого, конечно же, не было. Так, что еще можно заметить? Спереди такая еще раз деталька интересная. Так вот это выглядит здесь. Шея у него стоит ровно. Маска, но маска заслуживает отдельного внимания, шикарно выполнена. Потрясающе просто. Классная деталь. Но, конечно, лично мне очень нравится, как они держатся довольно-таки, ну, хлипко. Что тут еще сказать? А вот голова, ну, голова крутая. Мне всегда такие нравились, Бионикласс. Круто-круто выглядит, согласитесь. Вот, можно так вот взять. И единственное, как можно, допустим, поменять положение головы, это вот, если не швейда, вот так снять и поставить вот вперед. То есть, вот так вот он голову понял, например, плывет где-то или ползет. То есть, как-то так можно повернуть. В остальном абсолютно никак нельзя. Да что, что делаешь, маска спадает. То есть, как вы понимаете, вот эта проблема с головой, конечно, важная. То есть, могли бы, в принципе, делать какой-то шарнир, но, видимо, тогда еще этого не было. Этой темы с шарнирами для голов. Ну, в принципе, все равно фигурка классная. Стоит круто. На полке у меня занимает почетное место рядом с другим Капакой. И, в общем-то, уже с новым. И выглядит круто. Подводим итоги. Что ж, набор получился стоящий. И, разумеется, брать его в коллекцию нужно. Но, скорее всего, сейчас тем, кто любит Биониклов, или, по крайней мере, Капаку точно. Цена устанавливайте сами, но в былом состоянии не думаю, что дороже 1000 рублей. По крайней мере, вот в такой полной комплектации. Это будет правильней. В принципе, набор классный. Брать, я еще раз говорю, советую. Но, если есть возможность купить другого, то тоже берите, не жалейте. Они все крутые и по-своему интересные. Я не такой фанат, поэтому я собираю только Капак. Но кому-то, наверняка, кому-то всем любителям Биониклов нравятся, собственно, все герои. Ну, на этом все. Дам этому набору, наверное, хорошую оценку. Думаю, 9 здесь точно. Но, конечно, есть проблемы, которые, в принципе, можно было исправить в те годы. Но и набор стоит все равно того. И жалко, что сейчас, конечно, он стоит дороговато, ввиду курса и раритетности. Раньше он стоил, как бы, 300 рублей, примерно, насколько я помню. Но на то время, как бы, ну и цены были другие, в общем-то. А сейчас можно купить много других Биониклов. В общем-то, разумеется, новичкам лучше уже нового Таху, ой, какого Таху, этого Капаку взять. Так что это для коллекционеров будет все равно интересно. На этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Мне будет приятно. Ставьте лайк под роликом и делитесь им с друзьями. Ну, а также ждите новых видео. Они скоро уже будут выходить. Тем более, скоро Новый год. Постараюсь как можно больше роликов выложить до конца и уже после начать активно заниматься. Всем спасибо, друзья. Всем, значит, всем пока.